В Кирове начало второго. Добрый день, это программа «Особое мнение». Меня зовут Владимир Сметалин. Своё особое мнение сегодня в нашей студии выскажет Владимир Сизов, ректор Вятского социально-экономического института, доктор экономических наук Владимир Сергеевич Топлетин. Добрый день. Напоминаю нашим слушателям о том, что на сайте kirov.ru есть аудио-видео-трансляция нашего эфира. И кроме того, с помощью специальной формы вы можете задать свой вопрос гостю особого мнения. Мы сейчас перед началом передачи с Владимиром Сергеевичем вспоминали, были ли времена, как выглядел город раньше, много лет назад. Но мы сегодня про современность всё-таки будем по большей части говорить. Буквально несколько минут назад завершилась программа «Дневной разворот». И знаете, Владимир Сергеевич, мы обсуждали с нашими слушателями тему траты на новогоднее оформление областного центра. Как известно, 12 миллионов рублей в этом году бюджет выделяет. Огромное количество из позвонивших сказали, что недопустимо такую сумму в современной экономической ситуации выделять. Ваша позиция. 12 миллионов много-мало. У нас запрос был, кстати, большинство за то, что слишком уж глубоко. Можно поужаться. На самом деле сумма небольшая для такого большого города. Но, несмотря на что тратить, можно и поужаться. Тоже согласен с этим мнением. Но в то же время я отмечу, что 12 миллионов – это очень небольшая сумма для такого большого города, как наш. Просто есть мнение одного из депутатов Гордумы, Алексея Кузьмина, о том, что такие вещи вообще не должны делаться на бюджетные деньги. Пусть спонсоры, пусть частные организации этим занимаются за счет продажи своей продукции, за счет рекламирования себя любимых и так далее. Согласен с тем, что надо привлекать и спонсорские деньги, но в то же время городской бюджет, областной бюджет – это же наш взнос, наши деньги. И на наши деньги почему бы нам не устроить праздник? И, конечно, город надо оформлять. Должен же быть у человека праздник, должно быть подниматься настроение. А новогодний праздник, как известно, у русского человека – это главный праздник, самый любимый. И старый новый был, еще, конечно, не менее любимый. Сейчас у нас такой блок будет вопросов непростых, сложных, касающихся финансов, касающихся формирования бюджета региона на следующий год, на последующие два плановых года. Я посмотрел сайты, в том числе наших, кирова.ру, собрал по хронологии то, что заявлялось, в том числе, вернее, не в том числе, а главным образом временно исполняющим обязанности Кировской области Игорем Васильевым. Хотелось бы услышать ваше мнение особое по каждому из этих пунктов. Ну, во-первых, как вы оцениваете то, что взят курс на достижение бездефицитного бюджета? Вообще, зачем это? Вот я посмотрел, поинтересовался, поискал в интернете рейтинги. Оказывается, в этом году у нас только четыре региона с профицитом запланировали свой бюджет. А большинство-то как раз все недостает или не встает. Понимаете, вопрос-то для обывателя не очень понятный. То есть, на самом деле, бездефицитный бюджет. Это на самом деле не очень хорошо. Это как раз только ситуации, когда у нас экономически, скажем, не все благополучно в регионе. На самом деле, когда есть госдолк у региона, это не страшно. Лишь бы он, так сказать, не превышал определенных размеров и так далее. Если тем более, что мы имеем возможность получить финансирование не от коммерческих банков, а, так сказать, государственные, кредиты государственные, они же очень незначительные, очень маленькие. Можно сказать, что профицитские беспроцентные. Это же прилив... Вчера мы с коллегами смотрели, где-то одна десятая, по-моему. Ну, по-разному. От 0,1 десятая. Дело-то в том, что это же приток денег в регион. То есть, а деньги, как известно, это бензин экономики. То есть, без них, в общем-то, не двигается. И когда региону приходится, я тоже понимаю, почему такая ситуация. Почему, в смысле, принять такое решение. Наверное, по-другому и нельзя в ситуации, когда мы не справились с выплатами процентов. Но вообще, на самом деле, это неплохо, когда деньги приходят в регион дополнительные, кроме тех, которые у нас есть. Это, соответственно, ускоряет развитие всех процессов. То есть, быстрее обороты происходят. То есть, все это двигается. А когда денег мало, все начинает тормозиться. Так вот, бездефицитный бюджет, это значит, что в бюджете денег будет маловато. Маловато. То есть, меньше, чем обычный. И это не очень хорошо. Не очень хорошо. А вот конкретно я хотел бы эту картину представить. Для обычных жителей чем это плохо? Чем плохо для обычных жителей? Ну, вообще-то плохо. Ощутят на себе. Но, еще раз говорю, это плохо не потому, что глава региона принял решение. Он вынужден был принять такое решение. Это плохо, потому что мы попали в такую ситуацию. Потому что будут урезаться, как бездефицитный бюджет сделать? Надо урезать какие-то расходы. Надо урезать расходы. То есть, будут урезаться все расходы. Так вот, этим и плохо. Потому что то, что было запланировано, социальные какие-то расходы, их просто не будет. То есть, мы каких-то своих дотаций не получим. А, да, вот эта новость, озвученная временно исполняющим обязанностям губернатора о том, что мы единственный из регионов, кто не рассчитался за кредиты с Минфином за прошлый год. Когда я узнал об этом... За проценты. Да, за проценты. Когда я узнал об этом, мне даже как-то немножко совестно стало. Как будто это мой долг, как будто я кому-то должен. У вас было что-то подобное? Нет, у меня такого не было, потому что здесь... Я не знаю, как могли еще не рассчитаться с ними, да? То есть, потому что сейчас вот быстро очень нашли и взяли, отдали 4 миллиарда. Да, 4 миллиарда отдали. Я думаю, что проценты были гораздо меньше, чем 4 миллиарда, да? То есть, сейчас заставили просто кредиты вернуть, а надо было вернуть только проценты. Я не знаю, как ситуация сложилась. Не в хошь, там, Минфин наш, да? Но думаю, что здесь это чья-то, чисто говоря, ромашка. Ромашка. Да. А как по-другому? Ну, то есть, конечно, если у региона была возможность вот сейчас быстро найти 4 миллиарда, не рассчитаться с процентами, ну, извините, я не понимаю, как это. А вообще, это что, замкнутый круг получается? Вот сейчас мы берем коммерческие кредиты, да? По коммерческим ставкам гасим Минфиновский кредит, потом снова будем претендовать на Нион. Ну, тут, как бы, это многие регионы так поступают. То есть, это, ну, вынуждены, опять-таки, ситуации... Ну, это жизнь такая, в общем, да? Вот такая современная жизнь, потому что, чтобы взять беспроцентные кредиты, или, скажем, малопроцентные Минфиновские кредиты, чтобы их взять, нужно выполнять все их условия. В данном случае их условие такое, что мы должны погасить старый кредит, у нас 14 миллиардов, там, этих кредитов накопилось, Минфин. После этого можно запрашивать новые кредиты. Денег для того, чтобы погасить старые кредиты у региона нет, слишком много долгов. Поэтому регион вынужден брать коммерческие кредиты. Ну, скорее всего, будет объявлен тендер. А уже объявлен, да, на разные суммы, на общую сумму 10 миллиардов. И кто, значит, под меньший процент предложит, меньший процент, скорее всего, у того и возьмут. Ну, мы же понимаем, что там проценты действительно весомые. Ну, я думаю, где-то 13, так сказать, вот так, скорее всего. То есть, коммерческий кредит такой. Конечно, это не 0,1 процента. Поэтому выгодно быстро, так сказать, погасить Минфиновский кредит и запросить снова у Минфина же кредит, но уже на погашение других расходов. А вот эта информация, как Вы думаете, она должна быть открытой? Это... Доступна. Или она открытой и доступна, чтобы каждый мог поинтересоваться, как эти вообще процессы происходят? Ну, насколько я знаю, она достаточно открытая. То есть, может быть, какие-то там есть секретные пункты, я не знаю. Но то, что обычному обывателю надо знать, он знает. Вы же знаете о том, какие у нас, значит, проблемы. Значит, доступная информация. Проблемы с финансами в том числе. И что, и вот это может бесконечно продолжаться? Там кредит, здесь кредит и так далее. Это такая вот модель нынешняя? В современном мире он весом кредитах живет. Потому что, в принципе, если у Вас есть постоянные... Просто есть люди, которые, в принципе, не берут кредитов, не приемлют. Ну, это же разные вещи. То есть, человек и область, это разные возможности по доходам. То есть, если областной бюджет, он 100% все равно будет наполняться. То есть, он всегда доходный. То есть, может, там доходов не хватать, может быть дефицит, но доходы всегда есть. А вот у человека не всегда есть доходы. И поэтому, если он возьмет кредит, он их, в принципе, не отдать. А область все равно отдаст, рано или поздно. Государство поможет, в конце концов. Кстати, вы посмотрели вот этот рейтинг, составленный РИА-рейтинг компаний, да? Ну, очень быстро, у меня времени не было. По итогам 2015 года, да, я управлял, уж признаться, по итогам 2015 года процент закредитованности госбюджета из всех 85 регионов Киевская область находится на 60-м месте. 88% по итогам прошлого года у нас закредитованность. То есть, после нас еще 25, то есть, не так плохи у нас на самом деле дела. Я не исключаю, что в этом году у нас процент этот подрос, наверняка он подрос, но вот на последнем 85-м месте располагается республика Мордовия. Там закредитованность достигает почти 200%, 182,5 живут люди. Ну, это уже фактически банкротство, просто нет такого понятия банкротства региона в нашем законодательстве. Допускается, ну, вот до 100%. Вот у нас 88, то есть, у нас еще как бы до сотни не дошли, и я понимаю, так что будем активно гасить, поэтому ситуация будет управляться. Но еще раз подчеркиваю, то есть, кредиты, особенно дешевые кредиты для региона, это, в общем-то, благо. То есть, если только эти деньги вкладываются в развитие, в те, так сказать, предприятия, не знаю, процессы, которые будут приносить новые доходы. А если они просто, ну, проедаются, то тогда, конечно, у них смысла нет. Напомню, что это особое мнение Владимира Сизова, ректора Вятского социально-экономического института, доктора экономических наук. Через несколько секунд мы продолжим, у нас небольшая пауза. Мы беседуем с Владимиром Сизовым, ректором Вятского социально-экономического института, доктором экономических наук. Именно его особое мнение сегодня. Опять же, процитирую, вернее, не процитирую, а приведу для продолжения беседы слова временносполняющего обязанности губернатора нашего региона. Каждое пятое предприятие в области убыточно. Это результаты анализа бухгалтерской отчетности за 2015 год. Общая сумма потерь, по словам Игоря Васильева, составила порядка 10 миллиардов рублей. Прибыль рентабельных предприятий достигла почти 33 миллиардов. Всего лишь каждое предприятие. Точнее, каждое предприятие, а пятое убыточное. Серьезный, на ваш показатель, большой? Ну да, большой, конечно. Ну, ситуация тяжелая. Если в здоровой экономике все должны быть? Почему в здоровой экономике тоже будут убыточные предприятия? Ну, сейчас просто, конечно, в связи с тяжелой общей ситуацией, таких предприятий больше и больше становится. Ну, мы когда-то с вами говорили, что этот процесс будет только усугубляться. Я думаю, что пока в ближайшее время, ну, как там говоря, одна оторваясь, ничего подобного, то есть будет еще, к сожалению, пока будет хуже. Ну, тоже накануне стало известно, да, о том, что будет некая ревизия проведена областных предприятий, организаций, которые на балансе находятся, потому что выяснилось, что тратятся на них тоже огромные деньги, а денег они в бюджет сами приносят минимум. То есть это все из той же песни? Ну, это обычная система российского государственного управления, то есть, возьмите, эти госкорпорации, то есть они зарабатывают в десятки, сотни миллиардов и не принося, в общем-то, никакой прибыли. У нас это просто происходит на более, так сказать, ну, мелком уровне, не в таких масштабах. Понятно. Про предпринимательство тоже на днях стало известно, что деньги, выделяемые на эту сферу, они тоже будут урезаны и сокращены достаточно серьезно. В следующем году, вернее, на развитие предпринимательства будет направлено 63 миллиона рублей из областной казны, напомню, в нынешнем году 170 миллионов. Вот теперь цитируем временно исполняющие обязанности. Необходимо выработать механизм, при котором меры поддержки оказывались бы, во-первых, только добросовестным налогоплательщикам, и, во-вторых, действительно настоящим субъектом малого предпринимательства. А не тем, которые созданы искусственно, путем деления средних и крупных предприятий. Те, кто на территории нашей области, будут работать честно, открыто и добросовестно, и будут демонстрировать рост и развитие бизнеса того, и будем, безусловно, поддерживать. Существенное вырезание. Что в связи с этим? Ну, знаете, по поводу малого бизнеса, предпринимательства и так далее, я общаюсь с предпринимателями очень давно, то есть у меня много друзей, я среди своих друзей даже не припомню, кто из них получил какие-то субсидии, которые выделяются. И, собственно говоря, когда идет речь о предпринимательстве, о вот этой частной инициативе, которую люди проявляют, зарабатывают там деньги, все молятся, можно сказать, только об одном. Вы нам не мешайте, нам не надо от вас денег, нам не надо от вас льгот какой-то, вы нам не мешайте. То есть не мешайте, что именно? Не мешайте работать, потому что вот сейчас... Не изматывайте нас всевозможными проверками, визитами. Это же вот по-разному, понимаете, то есть это, когда говорят проверки, проверки, я только один из факторов такого давления, такого явного. Ну, все происходит по-разному, там можно будет описывать, там целую книгу написать, каким образом, значит, различные... Формы и методы давления. Да, чему ничего, давление. То есть вот люди просто уже страшатся, какая-то новая инициатива по поддержке малого или среднего бизнеса. То есть что опять с нами хотят, так сказать, сделать. Вот, я тут, ну, один из моих любимых авторов, Андрей Платонов, Чевенгорт, я перечитал, там такая интересная сцена есть, когда такой герой Копенкин приезжает на деревню какую-то, и мужики сидят, там чем-то торгуют, и удивляются, что у них не приходят красноармейцы и не отбирают все, чем они торгуют. И говорят, что будете делать, так вот не знаем, страшно как-то, как бы хуже не было. То есть они готовы отдать все, они все готовы отдать, и лишь бы не было вот еще чего более худшего. Так и у нас, понимаете, любая инициатива, она воспринимается людьми, особенно, которые бизнесом занимаются, что что-то тут замутило правительство, что-то они тут еще хотят нам более худшего подкинуть, чем было до сих пор. То есть, следуя вашей логике, такую строку расходов бюджета, как поддержка бизнеса, ну давай, нужно вообще убрать. И подработать, поправить законодательство в плане контроля. Скажем так, без нее можно обойтись. Можно обойтись. Вы считаете, что вообще ничего не надо на следующий год выделять зашим предпринимателям? Я говорю, что в принципе, если надо экономить, а экономить надо, там, видите, 10 миллиардов не хватает, то в принципе можно обойтись. Другой вопрос, что, ну, конечно, никогда деньги лишние не бывают, там, различные ярмарки, различные фестивали, там, предпринимательские, они, конечно, тоже идут на пользу в целом-то предпринимателям. Но, по большому счету, можно обойтись и без этого. Принцип. Мне кажется, возможно, вот нужно помочь финансами на старте. Я не думаю, что эти деньги идут на помощь финансовую на старте, потому что обычно это выделяется же банками, здесь же бюджетные деньги, то есть я не думаю, что эти деньги идут. Надо смотреть, конечно, на что там они расходуются, вот, ну, уверен, что поддерживать надо, скажем так, не столько деньгами, сколько тем, что, а делами, конкретными реальными делами. Вот, помощь губернатора, она иногда бывает очень весомой, а я, насколько знаю, что, ну, при прошлом губернаторе такой помощи многие не получали, хотя обращались. Хорошо, дальше идем. Еще одно направление работы областного правительства в сложившихся условиях непростых по формированию бюджета. Областное правительство усилит работу по отделению зарплат работников различных организаций. Опять же, обращаясь к тому, что сказал Рио. 154 тысячи жителей области, по официальным данным, получают зарплату ниже прожиточного минимума. А если всем работающим кировчанам увеличить официальную зарплату на одну тысячу рублей, одну хотя бы, то можно получить один миллиард в бюджет дополнительно. Ну, и так далее. Нелегальное трудоустройство наносит реальные ущербы и так далее и тому подобное. Ну, вроде вот на протяжении многих лет последних с этой проблемой боролись. Но пока вот его авосыны не там. Верите в то, что новый руководитель выведен на чистую воду? Ну, наверное, какой-то процент будет выведен, как вы говорите, на чистую воду. Но, понимаете, опять-таки, взять предпринимателей и взять правительство по разному восприятию этих мер. То есть, когда говорит правительство, вот такие негодяи предприниматели укрывают там зарплату, серые какие-то схемы проводят. То есть, мы воспринимаем, да, они такие вот плохие, они там действуют не по закону. С другой стороны, такие законы приняты, что если предприниматель не будет укрывать, как-то это выводить, то он просто вынужден разориться и отправить тех, кому он платит сейчас серые зарплаты, вообще уволить. Вот просто не выжить. Он просто не может выжить. Поэтому само правительство изогнало предпринимателей в такую ситуацию, когда большинство из них просто... И то, и другое, обобщенно, скажем так, обобщенно, когда они вынуждены, в общем-то, как-то экономить. Как-то экономить. То есть, это не из-за того, что они там прямо поголовно, что очень много миллиардеров здесь. У нас есть, конечно, в Кировской области миллиардеры, но они так много. Три, по-моему, по последним данным налоговой инспекции. Но большинство предпринимателей, масса просто, да, то есть, вот эти тысячи предпринимателей, они на самом деле перебиваются, ну, может, не с воды, там, не с хлеба на воду, но, тем не менее, не процветают. Не процветают. Поэтому это может касаться только единичных случаев. Но с единичными случаями не надо бороться с системными мерами. С единичными случаями пусть работает милиция, там, ну, полиция, да, есть налоговая инспекция. То есть, они могут быть выявлены и, так сказать, привлечены. Ну, по всей видимости, мы в который раз подходим к тому, что срочно нужен какой-то пакет мер, поблажек некоторых, в том числе налоговые каникулы для предпринимателей. Ну, они уже объявлялись, еще раз говорю. Не тяжело в деловой работе. Все, что объявляется, и как-то вот не помогают эти меры. Вот эти меры, мы с вами тоже говорим, не первый год, вот они то одна мера, то вторая, то третья. Все хуже и хуже. Может быть, надо что-то другое вообще принципиально сделать. Что, например? Ну, я не буду в эфире это говорить. Не для эфира. Ну, вы хотя бы напишите письмо губернатору. Есть ведь на сайте правительства письмо губернатору. Я писал письмо губернатору, но получил не тот ответ, который хотел бы. А поделитесь по какому поводу? По поводу нашего вуза. А беспокойность выразили? Ну, почему? Просто призыв к тому, чтобы принял меры, разобрался, помог и так далее. Ну, там была описка просто. Я поэтому пока не знаю, как там. Ну, может быть, в будущем как-то все-таки обратить, но пока не до нас было. Личная встреча. Личная встреча. Как-то ее добиться. Судя по новостям, в Рио активно посещают те или иные предприятия, организации, районы и так далее. Наше письмо было после личной встречи. Понятно. Особое мнение Владимира Сизова, ректор Овецкого социально-экономического института, доктор экономических наук. Сейчас у нас реклама, и мы скоро вернемся. Особое мнение Владимира Сизова продолжается. Ректор Овецкого социально-экономического института, доктор экономических наук. Сейчас в перерыве меня потянуло поделить 10 миллиардов рублей на 1 миллион 300. Это число жителей нашего региона. Получается почти 8 тысяч рублей. Каждая из нас. Ну, я не предлагаю, конечно, скинуться. Что вы, бешеные деньги. Продолжаем далее. Давайте уже оставим тему финансов. Там все сложно и мало чего понятно. Я хочу все-таки к образованию немножко еще коснуться. Вот только что на нашем сайте, в кирова.ру, появилась новость. Новость о том, что составлен федеральный рейтинг по количеству дипломов победителей и призеров Всероссийской Олимпиады школьников. В нем учтено число дипломов в нынешнем году в расчете на 100 тысяч человек. Лидер Москва. Далее Мордовия. На третьем месте Санкт-Петербург. На четвертом месте Кировская область. Это в очередной раз доказывает, что наши школьники сильные. Да. Кировская область неизвестно, что уже много лет занимают лидирующие позиции. Ну, вот третье место обычно говорят, что по России, по качеству подготовки именно в школах. Ну, может быть, четвертая, третья, четвертая. Это в очередной раз подтверждает хорошую работу наших учителей. Спасибо, что прокомментировали, но я не задал вопрос. А вопрос я хочу задать следующий. А зачем же тогда было увольнять главу Министерства образования? Ну, дело в том, что... А преемника предыдущего? Анатолия Михайловича Чурина, собственно. Давайте так скажем, да, то есть у нас сейчас новый исполняющий обязательство губернатора. Понятно, что он формирует свою команду. То есть, видимо, придет человек и его команды, с кем ему будет комфортно работать. Ну, вот только можно этим объяснить, потому что, ну, мое... Но это же очень субъективное. Моя точка зрения, Александр Михайлович, Измаров, он, конечно, был абсолютно на самом месте. Ну, понять решение Игоря Владимировича тоже можно. Потому что ему работать, в конце концов, он несет ответственность за регион. Но он несет ответственность за еще и этих людей, которые ушли с этих должностей. Ведь у них своя жизнь, свои планы и так далее. Они еще молоды, полны сил. Ну, давайте так. Официально он никого не уволял. Вот, сэрно, да. Поэтому люди сами написали заявление, о чем речь. Просто мне немножко непонятно масштабы этой ответственности, во-первых, да, и цели таких решений. Я думаю, что будут найдены достойные комитетуры, которые продолжат то дело, которое и Анатолий Михайлович, так сказать, делали, и Чурин, и Александр Михайлович, Игорь Михайлович. Надеюсь, что их дело будет продолжено, и то есть она не умрет, так сказать, с их уходом с должностей. Ну, и не могу, может, по финансам, правда, закончили, но я все-таки спрошу о уходе Елены Васильевны Ковалевой. Как вы восприняли? Одна из тех министров, о которой говорили, что к ней-то, собственно, какие претензии. Десять лет возглавляла она финансовое ведомство. Дол-то огромный, так сказать, накопился в ее присутствии, поэтому претензии были. И невыплата вот этих процентов тоже связана, я думаю, что таким-то образом она должна была это проконтролировать. Я думаю, вот это причина. Хотя, конечно, очень сильно минус, очень сильно. Просто есть уже, ходят слухи о том, что, возможно, куда-то в более высокие финансовые структуры ее пригласят работать. Я не могу прокомментировать. Хорошо, дальше давайте пойдем. Ой, тоже мы недавно тему обсуждали с нашими слушателями. Было очень много высказываний интересных, и я имею в виду поднятую, опять же, в рио губернатора тему, во-первых, перевода стрелок часов, ну и, во-вторых, наименование, название нашего города. Я опять-таки хочу процитировать. И все-таки, чтобы избежать бесполезной трескотни, не нужны спекуляции. Думаю, кировчанам имеет смысл вернуться к этому вопросу позже и рассмотреть его всерьез. Я имею в виду тему названия города. Попутно нужно это все рассмотреть с более важным вопросом и переноси часового пояса. Кировская область – аграрный регион, на теле, на которого живет преимущество по биологическим часам. Высказывайтесь. Нужно, не нужно. Ну, насчет аграрного региона я тут как бы посомневался. А мы тоже в понедельник сомневались, в мужском понедельнике, потому что, согласно данным Росстата, почти миллионы у нас проживает в городах. То есть у нас в Кировской области 300 с копейками. Около 30% там сельское население, и то из них далеко не все аграрное, так сказать, население. Не, но если брать в учет жителей городов, которые имеют какие-то подсобные хозяйства, да, дачи, огороды, то, в принципе… Ну, я не знаю. Тут такой вопрос, который действительно, может быть, надо обсуждать. Но регион-то давно уже живет, там, с 80-х годов, там, по московскому времени. Все уже давно перестроились, и, наверное, возврат вот к тому «плюс один час» многими воспринялся бы негативно. Лично я бы не рад этому. Ну, я так понимаю, вы часто контактируете с людьми из других городов, и вам был бы… В московское время для меня очень рад. Да, в том числе из Москвы. Но я говорю за себя и как бы за тех, кто меня окружает, они эту новость восприняли как бы нерадостно. То есть если это будет сделано, то для них это будет явно хуже. Что касается сельских жителей, тоже, не знаю, мне кажется, они тоже давно перестроились. Ну, может быть, кому-то от этого и будет лучше. Что касается переименования региона, так, ну, надо переименовать. Но надо, опять-таки, не ходить и не голосовать, а просто главе региона взять и принять решение. Ага, вы за волевой метод решения этого вопроса. А потому что он у нас, этот вопрос, не решается уже, там, 30 лет. Он не решается и не будет решен, если не будет вот волевого решения. В свое время Никита Юрьевич пытался, так сказать, тоже, когда он пришел, он тоже пообещал там переименовать к 11-му году, по-моему. Но, видите, ВОЗ и ныне там. Поэтому, если этот час отложить вопрос, ВОЗ останется снова на месте. Я думаю, что главе региона надо просто принять волевое решение какое-то. А почему именно вот эти темы оказались такими спекулятивными, там, в нашем регионе? Часы, по какому времени жить? Как называться? Вот не замечают, да, человека, а как только он об этом заговорит, все, понеслась. Может быть, пиар определенный, потому что это темы, которые людей, на самом деле, волнуют. Как жить, по какому времени, это всех абсолютно волнует. Поэтому, может быть, такой вброс был для привлечения информации. Какое, в каком городе жить, тоже всех волнует. Далеко ведь не все темы волнуют всех, а эти темы волнуют всех. Вы почитали, да, материал о том, как в Рио губернатора вместе с коллегами проехался по городу, оценил уровень благоустройства. Уровень ему не понравился. Но я напомню, что он выходец из Ленинграда, работал долгое время в столице. Понятно, что там уровень благоустройства другой. В общем, мягко говоря, не понравилось то, что творится в нашем городе Игорю Владимировичу. Он посоветовал, порекомендовал городским властям больше внимания уделять благоустройство и так далее и тому подобное. Вот это фи, сказанное Римнисполочной обязанности, оно что-то исправит, как вы думаете, во внешнем облике города? Ну, вообще, если глава региона даёт поручение подобного рода, то, конечно, надо выполнять. Потому что иначе можно, так сказать, раз получить поручение, не выполнить, два его не выполнить. Но в третий раз тебя просто так или иначе могут попросить написать заявление по собственному желанию. Вы имеете в виду руководителя города? Ну, всегда есть возможности отстранить тех людей, которые не выполняют твои поручения. А вот скажите, интересный вопрос. Было бы удобнее, чтобы во главе города он остался тоже свой человек? Вот вы ранее сказали про свою команду. Вот удобнее будет работать? Удобнее было бы. Удобнее было бы. Чисто, я как управление скажу, было бы удобнее. С точки зрения закона, может быть, не совсем законно, но удобнее, да, удобнее. Когда, как бы сказали, все поняли с полусловано. То есть, всё-таки в регионе должна быть общая региональная команда, а не так, что область одна команда, город, значит, столица региона, другая команда. Всё равно город у нас, это главное ядро области. Поэтому здесь, конечно, не безразлично губернатору, что в городе творится. Это наше лицо, это наша марка по городу, по вятке, по Кирову, так сказать. Все принимают, что у нас за город, какой у него уровень. В том числе по тому порядку, который в дворах, наведён или не наведён. Как говорят, театр начинается с вешалки, но город со двора. Вы знаете, мне очень интересно будет послушать и посмотреть время несказанно ещё и обязанности весной следующего года, когда большое количество улиц областного центра будут в ужасно ещё состоянии. Их и сейчас-то очень много, но вот тот же самый проспект строителей. Трудно себе представить, в каком состоянии будет весной. А будет только хуже. Что интересно будет? Давайте сейчас деньги срочно искать на лимон. Понимаете, глава, наверное, должен предъявить определённые, так сказать, вопросы к тем, кто руководил этим городом, долгие города. Почему, значит, за столько лет ничего не сделано? Так он во главе закоссобрания сейчас. Вот, скорее спрашивает. Есть такая возможность? Ничего нет, ты рискаешь? Поговорить по душам с ним. У нас остаётся не так много времени. Тему образования я хочу ещё затронуть. Очень интересно, что вы скажете по этому поводу. Мы обсуждали это в нашей редакции не так давно. Я решил спросить и у вас. Речь идёт о совещании про ректоров вузов, которое недавно, где-то в 20-х числах октября, да, прошло в Москве. Так вот, там была озвучена следующая информация. Оказывается, существует программа под названием «Сценарий будущего России». Автор, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДМ, Никита Данюк. Так вот, по его словам, проект предусматривает лекции дискуссий со студентами о нынешней политической обстановке в России. В ходе обсуждения с аудиторией этих самых актуальных проблем преподаватели берут на карандаш на заметку тех, кто критически настроен по отношению к власти и выражает несогласие с её внешней и внутренней политикой. Так сказать, вот, выявление неблагоналёжных кадров. В советское время комитетчики присутствовали в РУДМ, да? То есть они как бы следили. А сейчас есть... Да, у всех странах было. И у нас, и в советское время это было. И сейчас это возвращается. Но я думаю, что и не уходило, просто стало как-то более ярко проявляться. Вот как вы к этому относитесь? Нужны какие-то механизмы отслеживания настроений? Я думаю, что механизмы отслеживания, они существуют. Они нужны для власти, чтобы, ну, хотя бы даже знать, чем народ дышит. Поэтому другой вопрос, как эти механизмы используются, с каких целях. А так они нужны, но есть социальные сети. Есть социальные сети, там, по-моему, такой, запусти программу, тебе всех недовольны. А сейчас же многие так делают. Например, работодатели, да? Перед тем, как принять человека на работу, можно зайти. Нет, я хочу сказать про то, что вот эта программа, ну, на мой взгляд, просто отмывание денег какое-то. Кто-то себе там взял заработать денежку, да? Потому что зачем эта программа, когда есть социальные сети? Когда есть социальные сети, эта программа не нужна. Пресс-секретарь, кстати, президент Песков сказал, что это не кремлевский проект, мы на эти деньги не давали. Не знаю, кто это там. Не знаю, кто. Ну, раньше это было. То есть, конечно, это не то, что там в группах обязательно студенты были, хотя и такое было. Но те же преподаватели общественных и политических дисциплин, они, можно сказать, были такими, своего рода, провокаторами. Ну, в хорошем том же, наверное, смысле. Ну, не провокаторы, а только психолог. Они же проводили семинары, они проводили разные коллеги. То есть, мы там выступали, мы там дискутировали, нас нам тоже брали на карандаш и думали, что потом некоторых из моих сокурсников вызывали. Из этого формировалась папочка, да, наверное, интересная? Наверное, до сих пор лежит где-то. Пара минут остается, уж простите, я снова про финансы хочу спросить. В правительстве нашей страны спорят, повышать или не повышать акции с наводкой в следующем году. Минфин настаивает на увеличении, Минэкономразвитие сказывается за снижение акциза. Якобы, если акциз понизится, соответственно, в рознице спиртная подешевеет. Любители суррогата, они вроде как нормально алкоголь будут потреблять. Вот как это относится. Тема тоже такая. Я всегда за развитие. Не потому, что это Минэкономразвитие, а на самом деле ситуация такая, что продавцы этой же водки, то есть они готовы, вспомните времена, когда они готовы были продавать две бутылки по цене одной, а вторая вроде как подарок. Потом им это запретили, конечно, да, но в принципе акцизы-то очень высокие, и сейчас водка не дешевая, то есть для... Но минимальная стоимость? 200-200 почти у нас, да? 200-200, точно не помню, 200, да. И немногие могут себе, в общем-то, ее позволить, хорошую тем более водку и так далее. То есть если акциз будет ниже, то действительно, во-первых, обороты, скорее всего, увеличатся, больше будут... За счет объемов продаж, да? Да, за счет объемов продаж. А во-вторых, действительно будут меньше травиться суррогатами. Сейчас, к сожалению, те, кто не могут позволить себе качественный продукт, все равно же пьяницы вовсе будут пить. Ну, будут пить что-то плохое, какие-то капли, там, боярышника, если не нечто более худшее. То есть вы за то, чтобы ее понизить? Лучше понизить. То есть пользы будет больше. Ну, вы же... Еще про акцизы хочу спросить, про акцизы на топливо. Тоже ведь сейчас идут разговоры, что с ними делать в следующем году. Напомню, что акцизы на бензин и дистопливо в нынешнем у нас повышались дважды. И вот в правительстве обсуждается, что будет происходить в 2017-м. А рост неизбежен, на ваш взгляд? Рост... Для бензин. Он, в данном случае, когда мы говорим об акцизах, это волевое решение. Это неестественный рост. Понимаете? И, ну, повысит. С бензином ничего не изменилось, да? Да. Если повысит, то однозначно, что опять-таки поползут цены на все. То есть такая, как бы, странная логика, что да мы там нару только повысили, но вы тут нару повысили, там повысили. Это повысили, это все. В целом-то движение пошло. И это повышение на рубль, оно ведет к 5-6% инфляции в целом. Может привести к повышению цен, в смысле. Не инфляция, а повышение цен на все товары и услуги. Поэтому лучше бы не повышали, то есть особенно в ситуации кризиса. То есть им надо деньги, я понимаю, казну наполнить, да, но эти деньги, они наполняют казну, но эти деньги подешевеют тут же. Тут же подешевеют, и снова нужно будет вот как раз замкнутый круг. И снова надо было думать, где снова эти деньги брать, чтобы снова гасить какие-то социальные и другие обязательства. Истекло время программы «Особое мнение». Спасибо, Владимир Сизов, ректор Ветского социально-экономического института, доктор экономических наук. С праздником наступающим, если позволите. Спасибо вам, да. Я только другой праздник праздник. Иконы Божьей Матери. Иконы Божьей Матери, да, да. Ну и День Единства, я не против него. Но все-таки главный праздник для меня – иконы Божьей Матери. Владимир Сизов, спасибо. До свидания. До свидания.